Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Широтон-Плаза в студии Маргариты Гафарова. Сегодня в Уфе представили нового главу регионального следственного комитета. Напомню, им стал 47-летний Владимир Архангельский, а его назначение стало известно 5 апреля. В своем обращении к коллективу он отметил, что ведомство продолжит уделять особое внимание борьбе с коррупцией, нарушениями при госзакупках и в сфере реализации нацпроектов. Усилит работу по защите социально незащищенных слоев населения – сирот, инвалидов, ветеранов, участников спецоперации на Украине и их семей. Еще одна приоритетная задача – расследование преступлений при исполнении оборонзаказов. Полагаю, что управление по своему потенциалу имеет реальную возможность занимать лидирующие позиции. Коллектив управления способен существенно улучшить работу и достигать высоких результатов. Для этого будут внесены необходимые коллективы. Глава регионального Кабмина Андрей Назаров подчеркнул, что правительству республики удалось наладить конструктивную совместную работу со Следственным комитетом. В этом году ведомство направило региональным властям более 20 запросов по решению социально значимых вопросов. Основные такие знаковые вопросы – это строительство и последующее оснащение оборудованием нового республиканского клинического госпиталя ветеранов-воин. Также строительство детских садов, в том числе в Теретамасском районе, в котором выявились ряд проблем. Ну и другие социально значимые объекты и вопросы, в том числе и погашение заработной платы, что является социально важным вопросом. Срок полномочий Владимира Архангельского составит 5 лет. До назначения в Башкортостан он занимал пост первого зам. руководителя следкома Пензенской области с 2014 по 2019 годы. Был зам. руководителя ведомства в Крыму. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство полигона твердых коммунальных отходов в Баймакском районе. По данным Минокологии, стоимость проекта оценивается в полмиллиарда рублей. Его реализуют до конца 2025 года. Полигон появится в 2,5 километрах от села Семеновское. На первых этапах эксплуатации площадка сможет принимать 167 тысяч тонн отходов в год для захоронения. 30% из них – промышленных. Технология работы будущего полигона предполагает компостирование органики. Что касается экологической стороны, здесь предусмотрят дозиметрический контроль ТКО. Очистные сооружения, учет объемов образования фильтрата. Проектом также запланированы мероприятия по защите территории от подтопления. Проектировщиком полигона выступала компания «Техноэкос». Застройщиком является башкирская экологическая компания. В апреле правительство Башкортостана заключило концессионное соглашение с дочками компании «Русэкогрупп» на строительство двух комплексов обработки отходов в Краснокамском и Дзерцюлинском районах. Общий объем инвестиций в проекты составит свыше 4 миллиардов рублей. Львиную долю суммы направит российский экологический оператор. Число резидентов территории опережающего развития Кумыртау достигло 35 предприятий с суммарным объемом инвестиций почти 13 миллиардов рублей. Об этом стало известно на совещании по вопросам социально-экономического развития города, которое провел Андрей Назаров. В рамках реализации инвестпроектов уже создали почти 2000 рабочих мест. Как заявлено в целях ТАССР, снижена доля в экономике города так называемых градообразующих предприятий. Однако по-прежнему они играют большую роль в развитии. Это Кумыртауское авиационное предприятие и компания Оилтиммаш. В этом году предприятие Кумыртау планирует отгрузить продукции на 13 миллиардов рублей. Андрей Назаров призвал не снижать темпы и активно работать над привлечением инвестиций не только местной власти, но и республиканским профильным ведомством. Предпринимательство – одно из важнейших направлений для любого муниципалитета, для Кумыртау, особенно с учетом того, что нельзя всегда быть уверенными, что только Кума будет тащить как градообразующие предприятия, тем более по масштабу города. Все равно это большее количество активных, динамически активных субъектов вложений. Поэтому это предпринимательство во всех его проявлениях. Минэкономразвития Андрей Назаров поручил обеспечить по итогам года рост объема инвестиций в город не менее чем на 10%, а Министерство предпринимательства и туризма – привлечь не менее трех новых резидентов в ТАССР. В продолжение темы. Правительство Башкортостана пригласило Кумыртауский вертолетный завод к участию в работе экспериментального правового режима. Об этом сообщил первый вице-премьер регионального правительства Рустам Муратов. Особое внимание уделяют подготовке кадров, в частности, операторов беспилотных летательных аппаратов. По словам Муратова, сейчас в стране не так много учебных заведений, которые могли бы выпускать таких специалистов. Компетенции КумАП могли бы помочь в реализации подобных образовательных проектов, причем как для самого предприятия, так и для рынка беспилотников всей республики. Подготовка инструкторов и пилотов беспилотных летательных аппаратов в настоящий момент не так много лучших учебных заведений. И вообще учебных заведений Российской Федерации, которые есть это самая Телевуфская, это гражданская связь и другие. Здесь необходимо устроиться, но как минимум в этом направлении. Подумать, как мы будем готовить здесь специалистов по другим программам, только по тем программам, которые есть у вас. Напомню, экспериментальный режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиасистем в Шкортостане установили в начале апреля этого года постановлением федерального правительства. В рамках ЭПР введут специальное правовое регулирование, что позволит использовать беспилотники с максимальной взлетной массой не более 30 килограммов. Средняя загрузка санаториев Башкортостана в прошлом году составила 65%. Такие данные предоставил портал Санаторий России. По этому показателю республика заняло седьмое место в стране и второе в Приволжском федеральном округе, уступив лишь Мордовии. В прошлом году лишь 4% россиян провели отпуск в санатории. При этом средняя загрузка здравниц ежегодно растет. В 2021 году она составила 42%, в 2022 – 45%. По мнению экспертов, увеличению показателя способствовала программа туристического кэшбэка. Свою лепту также внесла пандемия коронавируса. После перенесенного ковида многие восстанавливали здоровье в санаториях. Мы не можем, конечно, конкурировать с санаториями, предположим, Краснодарского края. Где помимо оздоровительного отдыха и лечения предлагается еще и море. Этим мы похвастаться не можем. Но санатории в Башкирии всегда славились своей лечебными программами, медицинской базой своей. И инфраструктура санаториев находится на должном уровне уже много-много лет. Представители отрасли также отмечают, здравницы региона имеют большой потенциал для привлечения отдыхающих. Для этого необходимо повышать качество услуг и сервис. Добавлю, в Башкортостане работают 13 государственных санаториев и ряд частных курортных учреждений. По данным Регионального министерства предпринимательства и туризма, в прошлом году в них отдохнули 224 тысячи человек. У меня все к этому часу. Оставайтесь на опыту.